Всем привет, с вами компания Термостар, меня зовут Валентин. Сегодня решил заехать на один из объектов, который мы сдали в эксплуатацию буквально месяц назад. Решил заехать для того, чтобы заснять вам и показать, как работает здесь котельная, как она в принципе устроена. Есть интересные моменты, связанные с автоматикой данной котельной, данного объекта. Думаю, многим будет интересно посмотреть, как все это устроено. Возможно, кто-то из вас почерпнет для себя что-нибудь полезное. Давайте приступим. Итак, вот как выглядит наша котельная. Данная котельная обогревает здание общей площадью 280 квадратных метров. Это частный жилой дом высотой в три этажа. Что имеется в нашей котельной? Давайте посмотрим. Итак, как видите, здесь имеется настенный конденсационный газовый котел мощностью 28 кВт. В данном случае это фондиталь. Также имеется буллер косвенного нагрева от компании Хайс Техник. Делаются они на заводах Коспил. Объем 140 литров. Змеевик у этого бойлера достаточно мощный. Порядка 28 кВт. Работает очень хорошо в паре с этим котлом. Очень быстро нагревается. О нем мы поговорим чуть-чуть позже. Итак, в правом углу два расширительных бака. Один непосредственно для бойлера на 24 литра. И дополнительный расширительный бак для системы отопления. Потому как вот в этом котле имеется свой бак на 8 литров. Но его для этого здания недостаточно. Как видите, баки закреплены все тем же способом. При помощи кронштейна и системы обслуживания. То есть, этот кран можно перекрыть. Очень легко можно опорожнить любой из расширительных баков. Обслужить. Накачать давление, если надо заменить. Об этом я уже рассказывал в своих видеороликах предыдущих. Поэтому к этому возвращаться не буду. Также здесь имеется автоподпиточный кран. У нас первый этаж весь в теплых полах. Между холодной водой и непосредственно системой отоплений установлен вот такой вот кран автоподпиточный. И соответственно вот запорный вентиль для того, чтобы при необходимости можно было его обслужить. Или в случае, если он выйдет из строя, перекрыть просто автоподпитку для того, чтобы она не поднимала давление слишком высокое в системе. Вообще скажу вам, что в зданиях выше 200 квадратных метров автоподпиточные краны это милое дело. Делают свою работу автоматически. Вам нет необходимости периодически спускаться в котельную, наблюдать за давлением, поднимать его. Ну или там переживать за то, что давление может упасть и котел просто отключится по низкому давлению. Имеется система рециркуляции горячего водоснабжения. Вот он, узел. Давайте расскажу, как он устроен. Обратно же совсем недавно рассказывал уже об этом в своих видеороликах. Но для тех, кто не смотрел, повторюсь. Запорные экраны по краям. Сам насос рециркуляции. Непосредственно датчик, который его отключает. Как только горячая вода вернется непосредственно до него. И обратный клапан в обязательном порядке. И термометр, который позволяет вам отслеживать работоспособность рециркуляции. Смотреть, нет ли завоздушиваний. Все ли хорошо работает. Как работает этот датчик, я уже рассказывал. Но повторюсь еще разочек. Для тех, кто не понял с первого раза. Значит, вы здесь ставите температуру ниже той, что у вас установлено в бойлере. Порядка на 10 градусов. Насос рециркуляции работает. Горячая вода возвращается к этому датчику. Как только достигает его, она отключает насос рециркуляции. Для чего это надо? Надо для того, чтобы достичь некого такого экономического баланса. Между тем, что рециркулирующий насос постоянно выхолаживает бойлер. И бойлер необходимо постоянно подогревать. А это очень неэкономично. И между тем, что без рециркуляции все же обойтись, ну, можно, скажем так, но это некомфортно. Вот при помощи вот такой схемы вы достигаете некого такого баланса между затратами на рециркуляцию и, соответственно, ее работой. У нее есть свои недостатки, в частности, из-за того, что вода остывает в трубах. И когда вы открываете горячий кран с водой, то у вас вода идет достаточно такая тепленькая, тепленькая, тепленькая. И когда уже та температура воды, которая имеется в бойлере, достигает непосредственно того смесительного крана, где вы его открыли, она начинает теплеть, теплеть, теплеть и становится горячее. Ну, вот это вот единственный самый большой недостаток этой схемы. А в остальном она очень простая, работает очень четко, надежно. Этот датчик стоит, по сути дела, не так уж и дорого. Вот, поэтому каждый может ее реализовать. Ну, и, соответственно, здесь имеется розеточка. Вы просто можете подойти, там, включить ее или выключить. На данный момент в этом здании сейчас еще никто не живет, поэтому бойлер у нас стоит вот так вот в ненагретом состоянии. Ну, а, соответственно, здесь рециркуляция сейчас не работает. Здесь у нас, как видите, имеется выход горячей воды и холодная вода, которые уже идут непосредственно в дом. Так, что касается водоснабжения, раз мы коснулись бойлер, здесь стоит вот такая система фильтрации стандартная. Городской ввод воды непосредственно и альтернативные водоснабжения. В данном случае вторая труба еще не подключена. Возможно, будет иметься скважина. Возможно, что-то еще. Не знаю, заказчик попросил вот эту трубу вторую подключить. Мы так это и сделали. Дальше. У нас имеется три колбы 20-дюймовые, 20 микрон, уголь и 5 микрон. Для того, чтобы, ну, как маломальски фильтровать входящую воду, для того, чтобы вот этот песок, грязь, ну, и, соответственно, снимать запах хлора при помощи угля. Это очень такая важная вещь, на мой взгляд, в частном домостроении. Поэтому вот хотя бы вот такая вот система фильтрации, я думаю, что у вас должна иметься. Ну и байпас. Как видите, для того, чтобы при обслуживании вот этих колб не перекрывать водоснабжение во всем доме, вы просто открываете байпас, ну и обслуживаете непосредственно вот эти фильтры, заменяете их, чистите, все, что необходимо делаете. К тому же байпас обязательно необходим, я говорил об этом, что если у вас, не дай бог, какая-то из колба лопнет по какой-то из причин, неважно, что-то произойдет, она лопнет, для того, чтобы обратно же не остаться без воды дома, задействуйте байпас, эту часть перекрывайте. Редуктор давления стоит у нас в колодце на улице, он понижает давление до необходимых нам 4 атмосфер. Обратно же, сейчас водоснабжение закрыто, но вот здесь мы видим давление на входе, вот там стоит манометр, и мы можем наблюдать давление непосредственно после фильтров. Благодаря вот этому перепаду давления можно наблюдать степень, насколько эти фильтра забиты, и, соответственно, понимать, когда необходимо их обслуживать. Вот такая вот система. Также обратите внимание, здесь у нас имеется трап. В котельных трап, на мой взгляд, необходим, обязательно, потому как даже при обслуживании вот этих фильтров что-то может потечь на пол. Ну и, соответственно, для того, чтобы не играться с тряпками, не бояться здесь что-то запачкать, имеется трап. В обязательном порядке данные трапы должны быть сухим затвором, потому как они не часто заполняются водой, но зато очень быстро пересыхают. Если здесь нет такого сухого затвора, то, соответственно, здесь начинает появляться запах, и вы приходите, либо его затыкаете, потому что вам не хочется дышать неприятными запахами, либо вам надо периодически туда чего-то наливать водички, чтобы гидрозатвор стоял. Поэтому обязательно помните, что в котельных все трапы должны быть с сухим затвором. Это важный момент. Так, что касательно еще котла, раз мы здесь подошли, здесь у нас имеется, как видите, магнитный дешламатор. Он собирает всю металлическую стружку, либо металлические примеси, магнитит вот здесь, для того, чтобы он не попадал непосредственно к нам в котел. Ну и вот здесь, как видите, у нас краны, обратный клапан сразу установили, если же, обратно же будут устанавливаться дополнительный источник тепла, а заказчик попросил у нас оставить резервные выходы для него. И вот, как устроена вся система у нас раздачи теплоносителя. Стандартный коллектор Valenheed со встроенной гидрострелочкой, она здесь имеется. Вот здесь, как видите, у нас на входе стоят два тройника с заглушками, как раз для того, чтобы иметь возможность подключить альтернативный источник тепла. Три насосные группы. Первая насосная группа идет у нас смесительная, вот она вниз. Она работает на теплые полы первого этажа. Самая надежная, на мой взгляд, смесительная группа, основанная на трехходовом клапане ESB. Они просто безотказны. Как видите, имеется насос-частотник, потому как на каждом из этажей уже реализована автоматика, будет по зонной, то есть по комнатной контроль температур с сервоприводами. Соответственно, как только будут открываться, либо закрываться сервопривода в тех или иных зонах, насос-частотник будет адаптироваться, снижая, либо увеличивая напор, либо, соответственно, расход. Наверх у нас уходят две насосные группы. Это у нас на второй этаж. В каждой комнате второго этажа у нас имеется всего лишь радиаторное отопление. Ну и в каждой комнате также имеется свой собственный термостат, который будет контролировать температуру внутри данного помещения. Соответственно, свой собственный термостат, сервопривод, вся та же история и насос-частотник, который позволяет адаптироваться к перепадам соответственного давления в сети и снижать напор, либо расход. Данный насос работает у нас на третий этаж. Третий этаж представляет из себя такой большой open space. Он будет работать, этот третий этаж у нас как спортзал, насколько мне известно. И, соответственно, один термостат будет управлять непосредственно всем этажом. В данном случае заказчик забыл вывести отдельный кабель с третьего этажа, поэтому пришлось поставить туда беспроводной термостат, радиотермостат, при помощи которого будет подаваться сюда сигнал непосредственно вот здесь, это приемник. И будет включаться, либо отключаться насос через автоматику. Сейчас мы к ней подойдем, я объясню, как это все работает. Так, ну вот, дошли до автоматики. Давайте посмотрим, как это все работает. Вводной автомат, освещение. Вот мы поставили здесь такую лампочку, как видите, ледовскую. Розеточка на газовый котел. Здесь обратно же написано свет, но это была моя ошибочка. Здесь на самом деле насосы рециркуляции. Питание на автоматику первого этажа, питание на автоматику второго этажа. И питание на автоматику третьего этажа, в данном случае вот на этот термостат. И свободная резетка. Кстати, свободная резетка в котельной это обязательное явление. То есть, когда вы заходите в котельную, у вас в котельной должна быть одна резетка, куда вы могли бы включить какой-либо прибор. Ну, как минимум для того, чтобы что-то обслужить, подрезать, не знаю, обрезать, ну или почистить. Грубо говоря, поэтому свободная розеточка, не забывайте про нее. Ну и вот такой вот блок управления, который собирает в себе непосредственно все блоки с каждого из этажей. Как это все работает? Значит, представьте, у вас на втором этаже в комнате сработал термостат. Соответственно, данный термостат второго этажа подает сигнал вот на такой же блок, который находится на втором этаже в коллекторном шкафу. Тут блок открывает сервопривода, работающие на зону. То есть, грубо говоря, открывает те радиаторы, которые находятся в зоне действия термостата. И подает сигнал вот сюда. Этот же блок, в свою очередь, запускает насос, который работает непосредственно на данный этаж. В данном случае у нас второй этаж, к примеру. Значит, соответственно, насос второго этажа запускается. И имеется здесь вот сухой контакт, который запускается, замыкается и включает наш газовый котел. Для того, чтобы он работал на систему отопления. Другими словами говоря, если температура в какой-то из зон упадет, вот, соответственно, замыкается контакт в той зоне, запускается необходимый нам насос, который работает на соответствующий этаж и включается котел на отопление. Таким образом работает только та зона, которая нам необходима. И мы греем только лишь ту комнату, которую нам надо. Если все зоны нагреются, в данном случае и третий, и второй, и первый этаж нагреются до установленных температур, здесь все эти лампочки погаснут, все насосы автоматически выключатся, ну и разомкнется контакт сухой, который управляет нашим котлом. Котел просто выключится на систему отопления и будет работать только лишь на поддержание бойлера косвенного нагрева, именно той температуры, которую вы установили. Что это нам дает? В первую очередь экономию, в вторую очередь комфорт, и в третью очередь вам нет необходимости постоянно прибегать сюда, в котельную, давать температуру на газовом котле выше, ниже и так далее. В 95% случаев котел будет работать на 55 градусах, для того, чтобы поддерживать комфортную температуру зданий в пределах 21-22 градусов. Только лишь, когда температура на улице упадет ниже минус 10 градусов, возможно будет необходимость подойти и поднять температуру теплоносителя на котлет до 65 градусов, дабы дать возможность радиаторам, ну и соответственно теплым полам, нагреть помещение до установленной температуры воздуха, которую вы имеете на термостате, а именно 21-22 градуса. Все остальное время, весь остальной отопительный период, вам нет необходимости сюда приходить. Автоподпиточный кран делает свое дело, автоматика контролирует температуру на каждом из этажей, вы имеете максимальный комфорт, вам не надо ничего здесь крутить, вертеть, нажимать и так далее. Поддерживается автоматическая температура воды в бойлере, рециркуляция работает только лишь тогда, когда вам это надо, то есть котельная работает максимально автономно, ничего лишнего, ничего ненужного. Ну а на этом у меня все, с вами как всегда была компания Термостар, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, комментируйте, всего доброго и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok